маньячучечка маньячучечек стой стойте на месте не рыпайтесь даже никакого лишнего движения миленький мой чертик в маске с двумя ножиками я тебя прошу пожалуйста отпусти эту паписяку мелкую ты уже даже михалыча завалил отпусти вот у меня у меня дом 100 чем-то квадратных метров на втором этаже забирай себе забирай себе дом у меня у меня в сундуке там валяется 8 золотых 8 стаков золотых монет и в тумбочке еще два стака золотых монет забирай себе забирай себе папа я не знаю что над меня хоть честное слово я не знаю как его говорить сейчас просто мелкого зовут это реально на фарш просто на куриные котлеты на на мелкие котлеты пустите любви и это один видел я маньяк маньяк слушай а у меня там разговор к тебе небольшой такой совсем маленький есть суши ай что-то в зубе застряло зубе застряло суши слушай маньяк а тут короче у меня такое дело к тебе есть короче на самом деле да забирай ты мелкого это забирай себе слышишь мелкий все мне кажется маньяк для тебя будет лучшим батей чем я я тебя слишком я тебя слишком разбаловал эй ты сюда подойди сюда подойди смотришь вот этот этот сюда подошел еще ближе подошел маньяк слышишь ближе подошел а щас надо взять и вот прям так хорошечно взять и стукнуть понимаешь маньяк стукнуть на одну смысле не мелкого маньяк я тебе предлагаю заплатить примерно 100 золотых монет а ты мелкого с собой и возьмешь да и будешь его воспитывать смысле нет а зачем ты его тогда взял да ага ну тогда ну все мелкий с этого дня маньяк твой папа короче давайте на счет раз два три я выкидываю а стак золотых монет тебе прям по башке понял по башке на счет три надо будет выкинуть ему вот на счет три берешь и выкидываешь короче вот у меня стак золотых монет где-то вот он здесь в инвентаре короче давайте так насчет три раз вас мелкий иди сюда иди сюда иди сюда обосрался дима сябанда все будет все бы да я не хотел тебя давайте этому никуда я же я отвлекал его чтобы ванчос этот подошел и шандрахнул ему по башке а что это за хрыщ да вот и мне интересно что это за хрыщ такой примерно серии 7 а то даже и больше я пытался словить эту собаку в маске я никак его не мог вычислить он просто испарялся как какое-то привидение аленка там здорово вот это курица предательница опять вот этим фермерским пацаненком тусуешься да нибудь ладно все все спасибо большое тебе ваня спасибо огромное я честно я не знаю что бы я без тебя делал он бы мелкого сто процентов реально зарешал бы уже слушай а че мне сейчас с ним делать может отвезти его в полицейский участок хотя какой нафиг полицейский участок он сто процентов оттуда убежит час панчо панчо охраняй его сбитой охраняю с михалычем надо что-то разобраться я не понимаю то ли он его грохнул то ли михалычу просто плохо короче им все нормально может ему валерьянки дать рикардо сюда подошел короче чем не с ним делать вы мы здесь как взрослые люди мы здесь как умные люди давайте решим что мне делать с этим маньяком мелкого походу психологическая травма после этого сто процентов будет сними масочку с него милок сними ему маску маску с рожей его с ними ну да слушайте помешало бы узнать кто это такой но перед тем как я сниму как вы думаете мне просто даже интересно кто он кто вот-вот я читаю коменты бы реально я читаю коменты вот ваши коменты под каждой серии многие думают что на самом деле маньяк это мама мелкого самом деле у меня до сих пор нет ни малейших предположений это может быть менеджер кстати тренировать быть менеджер самых первых серий вот этого жизни ютубера как вы думаете бабзин как ты думаешь кто это может быть я даже в душе не чаю может генка алкаш думаешь тогда генка алкогенки алкаша вообще катушка должна была просто в край съехать да зачем ему это у него там свой бизнес он кодирует людей да да не сомневаюсь перикардо как думаешь кто это может быть может это привидение покойного кости да 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 хорошо стёпа ты как думаешь кто это может быть это сто процентов михалыч а тебя не смущает тот факт то что михалыч там полумертвый лежит прям возле маньяка ну у него же похожий костюм как у маньяка так он же вот возле маньяка лежит слева понимаешь стёпочка ради твоего же блага пожалуйста иди домой и выстись хорошо а то ты уже вот это бредить начинаешь мелкий иди сюда мелкий за мной мелкий за мной мелкий за мной мелкий за мной собака идёт аленка аленка слезай аленка да слезь ты оттуда тут ёханый бабай да вы чё два дурака смотрите он обосрался значит да рикардо а где баба зина баба зина тоже убежала прекрасно один стёпа остался и два трупа два трупа до хватит ныть баба хватит ныть уже хватит ныть уже это уже не жизнь ютубера это уже я я не знаю даже как это назвать это что за черт побери происходит под там кто-то пробежал или мне показалось что это за фигня происходит последние мелкий пошли дамы и а наличие а А! Папа! Скажи папа! Скажи папа! Ты чё, только в стрессовых ситуациях умеешь разговаривать? Ну тогда я буду маньяка каждый день, и приглашай, чтобы он жизни твоей угрожал. Вот тогда ты, может, и начнёшь разговаривать, как человек. Ладно, всё, иди-иди-садись. Хватит ныть, хватит ныть. В предыдущей же серии у половины моих подписчиков просто... Пфф! Взрыв в мозг был. Мелкий сказал папа. Первое своё адекватное слово в жизни. В предыдущей серии, вот если ты так же хочешь офигеть, если ты вдруг ещё это не видел, тыкни, пожалуйста, на вот эту папа... Вот, вот, он реально написал... Он папа сказал. У меня тогда чуть сердце не остановилось, но это произошло именно в ту секунду, когда на него напал маньяк. Он может реально только вот в таких ситуациях разговаривать, я не знаю. Ладно, подожди, 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 подожди. Если ты не хочешь ничего говорить, держи листочки бумаги и напиши слово папа. Я знаю то, что ты писать умеешь. Ты в предыдущей серии тоже писал. Или когда это было, я не помню. Он тоже на листочках там что-то писал. Там написал то, что у Аленки там большая задница, там ещё что-то. Давай, пиши, 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 вот карандаши. Давай, давай. Просто напиши папа, четыре буквы и всё. Ага, давай выбрасывай. Давай. Па. Па. Вот. И напиши ещё вот так же. Вот написал па, напиши ещё па. Ещё одно па. Давай, 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 давай. Учим, учим русскому языку мелкого. Вот в следующих сериях надо ещё раз будет бабузину пригласить. Ну, уже, естественно, после того, как мы вернём Аленку в город. А то... Ещё один пропавший ребёнок. Давай, выбрасывай. Давай. Ага. Ага. Пошёл в жопуку. И сердечко. Ну, хотя бы за сердечко спасибо. Да чё ты опять рыдаешь? Ну, сколько мо... Значит, па. Я думал, что он па напишет. Кто напишал, написал, пошёл в жопуку. Что такое жопуку? Ты вообще откуда такие слова научился? Ну, хватит ныть уже, мелкий. Да сколько мой. О, Стёпа, здорово. Заходи давай. Чё мне с ним делать? Не могу понять, а? Ну, как мелкий? Да. Плачет опять. Не отошёл, на самом деле. До сих пор стресс. Вот он больше не говорил. Нет, нет. Больше не горил. Зато он не горил, зато людей в задницу начал посылать. Вот. Это тебе, если что. Он знал, что ты, Стёпа, к нам придёшь, он тебя заранее в задницу послал. Он там сердечко тебе нарисовал. Мелкий, ты сейчас весь дом затопишь своими слезами. Стёпа, иди сюда. Давай, 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 давай. Быстро, быстро, быстро. Ты как взрослый, уже проживший намного больше лет, чем я. Помоги мне, пожалуйста. Как мне отвлечь мелкого? Чем мне его можно отвлечь? И он же сейчас целыми днями реально будет думать вот об этом случае с маньяком. Как мне его отвлечь? Надо найти ему какое-то занятие. Я не могу придумать какое. Куда его можно записать? Какой-то кружок. Я не знаю. Может, может, компуктер ему купить? Может... Дай совет. Не знаю. Вот и я не знаю. Слушай, может, мы его на бальные танцы запишем? Может, мы его ещё в клуб шахматистов отдадим, а? Какие бальные танцы? Тоже неплохо. Слушай, я хочу, чтобы он вырос мужиком. Не, как бы не говорю то, что балеруны не мужики, но из мелкого балерун, как из меня, продавец колготок в подземном переходе. Пошли, давай. Давай, давай. У меня есть идея. У меня есть идея. Давно мне об этом говорили. Давно меня просили. Давно говорили то, что я, если у тебя столько золотых монет... Стёпа, сюда не заходи! Тут у меня просто секретная нычка. Вот здесь, сапаннером. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, почти восемь. Там парочку не хватает. Так, и вот здесь у меня ещё два стака. Девять и десять. Мелкий! У меня подарок для тебя есть. Который ты давным-давно ждал. Пошли. Пошли, пошли. Пошли потихонечку, потихонечку. Пошли, пошли, пошли. Давай, 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 давай. Сейчас мы мелко отвлечём от жизненных проблем. Сейчас детская травма уйдёт. Как будто её и не было. Стёпа, закрывай дверь. Пошли, пошли. Стёпа, ты его там, главное, не спугни. Пошли, мелкий, пошли. Может, он и перестанет плакать в этой жизни. Пошли, мелкий, пошли. Автосалон, жоповозка. Давай, 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 давай. Да, давай, 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 да хватит рыдать уже. Всё, позаходи давай. Ага. Григорий Педалькин, здравствуйте. Сколько лет, сколько зим. В общем, я надумал купить самую жёсткую машину, которая у вас только здесь есть в вашем автосалоне. Вот дайте мне самую жёсткую. Вот прям самую-самую-самую, дайте, пожалуйста. Вот, которая только есть в наличии. Прям самую-самую жёсткую. Прям самую скоростную, самую дорогую и самую жёсткую. Нет, мелкий, точно не розовый мопед. Какой нафиг розовый? Самую жёсткую. Вот прям дайте самую-самую, давайте. Ну, давайте за мной. Пошли, мелкий. Ну, смотри, это моя самая крутая тачка. Ты когда так успел подняться? Откуда у тебя самолёт? Мелкий, ты с ума сошёл? Я понимаю, что она тебе нравится. Самолёт. Какой нафиг? Ну, ладно, ну, ну, не плачь. Ладно, пока, постой здесь. Иди сюда. Гришка, Гриша. Гриша! Гриша, по секрету, на ушко. Сколько она стоит? Ну, так, парочку стаков золотых монет. Сколько, сколько? Скажи, сколько она стоит? Ну, я не знаю. Ты чё, как баба ломаешься? На ушко, прошепчи, сколько стаков стоит эта Тарантайка? 30 стаков золотых монет. Да вся моя жизнь столько не стоит. Да вся, весь город жизни ютубера столько не стоит, как стоп. Ты дурак? Да кто? Да, 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 да будь я мэром этого города. Да я бы за 30 стаков не смог бы себе никогда в жизни позволить купить этот самолёт. Стёпа, Стёпа, у тебя есть 30 стаков золотых монет одолжить? Вот и у меня нет. 150 серий жизни ютуб. Да иди ты в задницу. Какие? 150 стаков. Ну, как бы самолёт есть самолёт. Не у каждого есть самолёт. Гриша, только без паники, пожалуйста. Мелкий, вытащи твою задницу. Мамкин лётчик, папки. Ты же понимаешь, если он его разойдёт, тебе придётся почку продать. Да. Мелкий, пожалуйста, аккуратней. Я без почки вряд ли проживу. Я не... Слушай, мне это... Плавно... Плавно спускайся вниз. Вот это... Я не знаю, как управлять этой шатан-машиной. Рычаг вниз потяни, только не резко... Не слишком резко, чтобы не разбиться. Вниз потяни, сбавь обороты двигателя. Ой, боже, сейчас будет жопа. Ну, плавно приземлился. Даже, даже не поцарапал винт. Вот вроде всё. Вот, видишь, вот всё плавно. Мелкий, сюда подъедь. Божечки, как с тобой сложно в этой жизни. Выглядит как новый. Вот прям, вот, ну, ни единой царапины. Вот. Да в смысле? Он его только что об землю плюхнул со всей силы. Да какой со всей силы? Да мелкий ещё маленький. Да у него-то силы совсем мало. Да не мог он плюхнуть его со всей силы прям. Да нормально всё, жив-здоров там. Ну, летать можно. Пошли, пошли. Я лучше машину куплю тебе самую дорогую. Пошли, Григорий, окупишься. Ладно, мелкого я за это ругать не буду. Он, может, хотя бы немножко смог отвлечься от маньяка. Какая самая дорогая машина? Вот эта. Вот я помню то, что вот эта. Дайте вот эту машину. Сколько она стоит? 10 стакан. Оформляйте, оформляйте. Давай, 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 давай. Так, получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Ну, там не хватает примерно 17 золотых монет, Гриша. Я буду должен. Вот я свожу тебя потом куда-то в кофейню, в кафе. 17 золотых монет буду должен. Пожалуйста. Гриша, ради всего святого. А, у мелкого, у тебя есть мелкий? А ну давай, дай ему. Ты что, со школьных обедов, да, накопил, значит? Ну, еще девять, вот. Ну, значит, еще буду немножко должен. Мелкий, больше нет? Значит, восемь золотых монет буду еще должен. Давай, оформляй. Не будь задницей. Оформляй, давай. Ну, все, спасибо. Поздравляю вас. Держите вашу машину. Права на машину. Мелкий, открывай ворота. Подождите, подождите, подождите. Подождите, сейчас надо выехать отсюда. Если я здесь что-то перееду, не обессудьте, пожалуй. Выехал просто как профессиональный водитель. Все, давайте, садитесь. Садитесь, мелкий, вперед. Вот, все, погнали. Слушай, Гриша, а ты с нами не хочешь прокатиться? А че? Ну, можно. Запрыгивай давай, брат, запрыгивай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok